девчонки привет ребята тоже привет всем привет давно давно мы с вами уже не посещали так называемый блошный рынок ретро который расположен на кристалле я даже немножко соскучилась надеюсь что вы тоже ну давайте снова сходим и сразу вам говорю что вся информация где расположен это магазин контактные данные все указано в инфобоксе но давайте сразу же посмотрим что изменилось но вот посмотрите пожалуйста они задекорировали свой вход здесь пошли в дело и чеканка и разнообразные предметы быта и часы в общем смотрится теперь очень атмосферным очень так нарядно но давайте же войдем внутрь мы с вами спускаемся по лестнице вниз и окажемся в огромном просто огромном помещении в котором стоят стеллажи и которые полностью заполнены предметами советского быта здесь очень много и посуды и других предметов я видео разобью на две части в первом первой части в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим в основном посуду с фиксированной ценой от 100 до 400 рублей до 400 включительно в следующей части видео мы с вами посмотрим посуду стоимостью выше 400 рублей сейчас мы с вами смотрим стеллаж на котором стоит посуда по 100 рублей 100 рублей фиксированная цена каждый предмет стоит 100 рублей и да где-то пыльно где-то грязно но не знаю мне кажется ничего страшного если предмет понравился его можно и отмыть с тарелками тут такая ситуация все тарелки стоят штабелями и они там конечно же разные и конечно хотелось бы их взять и полистать посмотреть но признаться я даже не знаю там мне кажется нет даже места где расположиться поэтому тарелки как правило остаются мною не рассмотрены только то что посмотреть сверху вот это симпатичная мне она понравилась но вы знаете все таки я думаю что на настоящем блошином рынке подобную тарелку можно купить дешевле да тарелки купить тарт Ну, здесь, конечно же, есть и современная посуда, вообще не только посуда, а вообще предметы. И современные, и старые есть, и российского производства, ну, в смысле, советского производства есть, и зарубежные, там, Чехословакия, Польша. На самом деле, в этом магазине можно провести времени очень много. Если задастся целью найти что-то интересное, то найти, наверное, можно. Если не спешить и никуда не бежать. Довольно. Довольно большой выбор плетеных изделий. Мне кажется, что это все новое, неиспользованное. Видите, отделен специальный стеллаж, на котором посуда по 50 рублей. Ну, то есть, дешевле, чем остальные. Ну, вот, ее не так много. Елочные игрушки, ну, я бы сказала, что здесь, конечно, без изысков. Просто шары, как правило. Я ничего интересного там не видела. Ну, и какие-то такие небольшие сувенирчики тоже бюджетные. Неинтересные, на мой взгляд. Но все субъективно. Вынуждены признаться, что, конечно, на камеру все эти предметы смотрятся симпатичнее, чем в жизни. Вот я сейчас смотрю некоторые тарелки, думаю, а почему не купила? А потом понимаю, да потому что состояние было плохое. Камера, она немножко все-таки приукрашает. Камера, она немножко все-таки приукрашивает. Здесь есть отдельно стопки блюдец без чашек, есть чашки без блюдец. И я думаю, что, наверное, если бы были пары, то они бы стояли бы парами. Но подобрать по смыслу возможно. Ну, я думаю, что уж там белые блюдца под белые чашки всегда можно подобрать. При желании, конечно. Вот оно начинается, царство чайной, кофейной посуды. Чашки стоят, блюдца стоят. Пожалуйста, ходи, собирай. Между собой жени. Опять же, удобно тем, что если у кого-то, например, старый сервиз, и вдруг разбилось там одно блюдце, либо одна чашка, не нужен целый сервиз, одно блюдце нужно. Тут можно подобрать. Добавляем. 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 Очень, мне кажется, стильная роспись. И если бы эта чашка была с блюдцем, я бы, наверное, купила. Но без блюдца не захотела, не стала брать. А вот с таким декором мы с вами сегодня что-то уже видели. Какой-то был предмет. На другом стеллаже стоял. Здравствуйте. Добавляем. Очень милые вот эти вот голубые цветы. Такая просто повседневная посуда. Очень симпатичная, на мой взгляд. Вот эти сувенирные, не знаю, кжель или под кжель фигурки меня как-то никогда особо не привлекали, но их здесь всегда очень много. Снова целая росыпь. Елочных шаров и стопки тарелок. Ну, не знаю как. Если только вот эту корзину поставить на пол и просто перебирать тарелки по одной. Ну, ладно, в другой раз. Вот мы с вами переходим на следующий стеллаж, в следующую ценовую категорию. Категория 200 рублей. И сразу видим вот такой вот детский, с детским дизайном наборчик. Здесь всегда очень много стекла. Мне кажется, что в этот раз было даже меньше, чем обычно. Но вообще всегда ассортимент прям богатый. Смотрите, какая милота. для клубничной настойки, например, какой-нибудь. Очень, мне кажется, ну, по-девичьи. Девочками собираться. Тоже мне очень понравился дизайн и декор. Вот я такую люблю. Лаконичная такая, без богатого декора. У меня есть такое блюдце. Вот, может быть, надо было купить вот эту штучку. Сейчас вот я засомневалась. Наверное, зря не взяла. Надо было взять. Керамика. Не могу сказать, что я ее как-то очень не люблю, но, в принципе, бывают интересные предметы, встречаются. И снова большое количество стекла. Спасибо. 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 Не знаю, что тут говорить, как это все комментировать. Вот, просто смотрите, пожалуйста. Некоторые предметы там по одному, по два встречаются, а некоторые можно даже и полностью набрать необходимое количество. И шесть, и восемь, и десять, как захочется. Пожалуйста, цветное стекло рассматривала, но в этот раз я ушла без покупки. В этот раз я была здесь, на Блашином рынке, среди недели, не выходной день. Народу немного, поэтому довольно тихо, не шумно. Я даже решила сохранить вам звуки магазина и не ставить никакую музыку. Ну, согласитесь же со мной, что очень разнообразный ассортимент. Тут тебе и керамика, и фарфор, и стекло, и хрусталь. В общем, все, что угодно. Смотрите, сколько сапожков. Я в таком количестве их раньше никогда не видела. В общем, хорошо. Мы с вами продолжаем смотреть стеллажи с фиксированной ценой 200 рублей. Очень много салатников. Очень-очень. И очень много всяких керамических. Вот видите, формы для запекания, для жаркого горшочки. Продолжение следует... Как же много керамики. Мне кажется, раньше не было в таком количестве. Но, с другой стороны, это же не магазин в прямом смысле. То есть здесь же нет такого, что прям поставки. Что привезли, то и продают. В другой раз уже будет что-то другое. Вот красивые цветные стопочки. Мне очень понравились. Мне кажется, что-то подобное было у моих родителей. Много лет назад. Привлекает меня цветное стекло. Видите, я практически в руки беру только цветное. Ну, в большинстве своем. Много лет назад. очень тонкая 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 а здесь смотрите какая интересная какой интересный декор снова очень красивый декор люблю такое сочетание цветов обалденно как видите ассортимент очень разнообразный тут вам пожалуйста чайные кружки для девочек пивные бокалы для мальчиков в общем я думаю что каждый найдет для себя что-то интересно если вам вообще в принципе готов рассматривать вариант посуды был очень жизнерадостные такие цвета на этой чашке понравились мне и Продолжение следует... Здесь, как правило, я встречаю очень много кобальтовой посуды. Я знаю, что у нее много поклонников, так что здесь можно что-то купить дешевле, чем в магазине. Я вам уже говорила, что я к кобальту абсолютно равнодушна. Абсолютно. Продолжение следует... А вот тарелочка. Здесь она, получается, стоит 200 рублей. Я такую же точно купила на облашном рынке в Воронеж за 30. Вот, пожалуйста. Мы с вами сейчас рассматриваем посуду по фиксированной цене 200 рублей. Ну вот и новая ценовая категория. Фиксированная цена 400 рублей. Все предметы, которые мы с вами видим на этом стеллаже, стоят 400 рублей. Очень изящно. Извини. 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 Ну вот здесь, конечно, более такие, более шикарные вещи. Да, здесь уже меньше стекла, больше хрусталя, и здесь уже меньше фаянса, больше фарфора. Вот снова мы с вами видим гжель. Ее всегда много. Скажите мне, вы любите гжель? Я, признаться, к ней равнодушна. Очень изящные, такие тонкие, красивые. 400 рублей одна штука. Спасибо. 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 Какая красивая тарелка. Ну, как по мне, так это дорого, конечно. И это тоже мне очень понравилось. Такая минималистичная, красивая очень. Очень тяжелая. Вообще, вот такие блюда, которые, ну вот для подачи на стол, их здесь много, но одной рукой вытащить практически нереально. Они очень тяжелые. Очень. Очень. Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, что вам рассказывать, но вот на вот этой вот мелочевке, где всякое разное задешево, я с вами буду прощаться. Мы с вами посмотрели первую часть, обзор посуды бюджетный, от 100 рублей до 400, и в следующем видео я вам покажу посуду более высокой ценовой категории. А на этом я с вами прощаюсь, жду от вас обратной связи в комментариях, лайк, репост, подписка, все приветствуется. Прощаюсь с вами до следующего видео и пока, пока, пока. Продолжение следует...